25 марта 1925 года самарцы чествовали 35-летие научно-статистической и общественной деятельности старейшего русского статистика Григория Ивановича Баскина. Начавшись утром на заседании губы сполкома, чествование было продолжено вечером этого же дня в Самарском доме крестьянина, где собрался целый зал тех, кто пожелал принять участие в чествовании юбиляра. Фельдшеров, сынок! Второго созыва. Где мне искать ответа на этот вопрос? Весной 25-го года старейшему русскому статистику, как именовали его в поздравительных речах товарищи, исполнилось 59 лет. Дата не круглая, и до настоящего юбилея ждать еще год. Но товарищи решили не откладывать и произнести поздравительные речи уже сейчас, отметив таким образом не 60-летие, а 35 лет научной и общественной деятельности. Яркую оценку деятельности юбиляра дал в своем докладе товарищ Голощокин, который прежде всего отметил выдающуюся роль Григория Баскина в дооктябрьский период, когда статистическая мысль будила общественное самосознание. Не покинул он своего поста и в годы революции, благодаря чему и сохранил 35-летний стаж работы. В ГУБ-исполкоме, в Горсовете, в ГУБ-плане, в совещании содействия крестьянскому хозяйству всегда и везде были востребованы знания и опыт Григория Ивановича. Он является человеком настоящего времени, который вкладывает свои знания в нашу жизнь. ГУБ-профсовет, отдел сельского хозяйства, сельскохозяйственный институт, Безенчугская сельскохозяйственная опытная станция, общество истории, этнографии и естествознания, кредитные учреждения, биржи, представители от крестьян и еще многие-многие другие выступили в этот вечер с поздравлениями. «Хуже всего живется тем крестьянам, кто дальше от города и от рынков», сказал один из выступающих. И это и рассказал в своих работах товарищ Баскин. И за это ему от крестьянства огромное спасибо. После многих других горячих слов и приветствий собрание заслушало около 50 различных писем и телеграмм, присланных из Москвы, Ленинграда и других, в том числе и самых глухих уголков нашей страны. Ученые, профессора-экономисты Чаянов, Челинцев, Тейтель и еще многие-многие другие поздравили Григория Ивановича Баскина, что является самым красноречивым признанием его заслуг. Сегодня уже никто не скажет, о чем думал он. Но старейший русский статистик Григорий Иванович Баскин, возвращаясь к себе домой после этого торжественного чествования, может быть, вспоминал город Елабугу, вятской тогда губернии, где он появился на свет 6 апреля 1866 года в семье фельдшера. В памяти остались немощеные улицы, делавшиеся весной и осенью непролазными. Покровка, монастырская стена, из-за которой на горожан смотрела какая-то другая, непонятная им жизнь. Пристань на каме. Весной в половодье кама разливалась, и улицы тонули, под водой превращаясь в далекую и таинственную Венецию, о которой он как-то читал в Ниве. Потом вода спадала, лужи просыхали, и о Венеции забывали снова. До следующей весны. Среднее образование Григорий Баскин получал в Сарапульском реальном училище, по окончании которого ему был выдан аттестат с двойкой по поведению. Двойку он получил за участие в протестах против инспектора, который вел себя несправедливо по отношению к ученикам. Но, как бы то ни было, такой аттестат закрывал выпускнику училища путь к получению высшего образования. В результате пришлось снова держать экзамены за курс средней школы. На этот раз в Вятском, реальном, экстерном. Получив второй аттестат, в 1986 году юноша поступил в Петровскую сельскохозяйственную академию в Москве. Но, живя в столице, сильно нуждался, так как семья, год назад потерявшая отца, не могла ему ничем помогать. И Григорий Баскин был вынужден сам уроками и случайными заработками зарабатывать средства на жизнь. К тому же пребывание в академии оказалось недолгим. В первый же год после поступления в это учебное заведение Григорий Баскин был исключен из него за участие в студенческом движении. Правда, спустя некоторое время ему удалось восстановиться, но новые студенческие беспорядки и новое исключение, теперь уже навсегда закрывшее ему путь к высшему образованию. Из Москвы юношу выслали в Нижний Новгород. Некоторое время спустя ему удалось перебраться в Вятку, где 1 марта 1890 года он был принят в статистический отдел губернской земской управы. В это же время им были опубликованы первые научные работы в статистике. Жажда знания и стремление развиваться никогда не покидали молодого человека. Это и дало ему, в конце концов, возможность окончить экстерном Петровскую сельскохозяйственную академию. Потом была служба уездным агрономам в Тамбовской губернии переезд в Омск для участия в экспедиции по исследованию киргизского хозяйства, работа во Владимирской губернии. И, наконец, приглашение в Пермь заведовать статистическим отделением губернской земской управы. В Перми и в Пермской губернии Григорий Иванович Баскин проработал около 10 лет. Здесь под его руководством были выполнены работы по оценке земель, лесов, государственных недвижимых имуществ и промышленных заведений. Были проведены подворные переписи по всем уездам Пермского за Уралья. Выполнено около тысячи описаний крестьянских хозяйств и работы по обследованию горнозаводского населения. Опубликованы работы, получившие широкую известность среди ученых статистиков. И все эти годы Григорий Баскин оставался политически неблагонадежным в глазах пермского губернатора, по настоянию которого был уволен со службы и подвергнут аресту и обыску. Такой запомнил Григорий Баскин пермь – суровый и чуть-чуть мрачноватый. Но зла на нее не держал. Ведь помимо неурядиц были у него в Перми и успехи. Да еще какие! Ведь это там, в Перми, он приобрел опыт редактора, где в течение нескольких месяцев редактировал газету «Пермский край». Это в Перми его выбрали депутатом Государственной Думы. Состоя во фракции народных социалистов, он работал в составе аграрной, бюджетной и других комиссий, участвовал в издании газеты «Общее дело». Как он только все успевал, как на все хватало времени. Теперь ему казалось это чудом. А тогда было чем-то само собой разумеющимся. Из Перми политически неблагонадежный Баскин рванул в Москву, где ему удалось временно и с большим трудом устроиться на службу в статистическое бюро. И уже после этого он оказался в Самаре. На дворе стоял 1910 год. Город быстро рос, превращаясь в тот самый русский Чикаго. И для того, чтобы понять, каким он станет через 5-10 лет, требовалась безупречная работа статистиков, которую и возглавил 44-летний Григорий Иванович Баскин. Здесь он женился, и здесь у него родились две дочери. Старшая в 12-м, младшая Саша. В 14-м, когда мир стоял накануне какой-то бури. Правда, о ее масштабах пока мало кто догадывался. Поэтому шумели на патриотических митингах, обещали закидать кого-то там шапками. Но он на митинги не ходил. Отшумел свое в молодости. А теперь ему надо было работать и кормить семью. За время заведования Григорием Баскиным оценочно-статистическим отделением под его руководством была проведена работа по оценке земель в Николаевском и Бузулукском уездах, подворная перепись в Самарском и Ставропольском, всероссийская перепись 16-го и 17-го годов в Самарской губернии. Октябрьский переворот застал его на посту заведующего статистическим отделением губернской земской управы. И с конца 18-го года с присущей ему неутомимой энергией Григорий Баскин взялся за организацию нового статистического учреждения, перед которым стояли задачи не чуть не менее серьезные и ответственные, чем прежде. Новые статьи и книги, десятки докладов, руководство работой Всероссийского съезда статистиков в качестве председателя этого съезда, избрание в 21-м году профессором по кафедре статистики Самарского университета, работа в комиссии по борьбе с последствиями неурожая, еще комиссии и еще комитеты. И за всем этим стремление обнять хаос социальных явлений, найти в них общее русло, вскрыть основные факторы их движения и тем самым поднять завесу грядущих событий. Именно в этом и ни в чем другом видел свою главную задачу профессор Баскин, 35-летие научной и общественной деятельности которого чествовали самарцы весной 25-го. Уважаемая Екатерина Павловна, не знаю, в какую форму облечь мое обращение к вам, поэтому я решил написать частное письмо и просить вас помочь мне делом или советом. Моего дядю Григория Ивановича Баскина, профессора Самарского сельскохозяйственного института, год тому назад выслали по постановлению ГПУ на 5 лет на север. Арестован он в 1930-м. И таким образом прошло уже два года. За год высылки он переведен уже в третье место и сейчас находится в Архангельске. Это письмо Екатерине Павловне Пешковой, возглавлявшей политический Красный Крест, который оказывал помощь политзаключенным и их близким, написала в августе 1932 года племянница арестованного профессора. В письме она сообщала о том, что в Самаре у дяди осталась семья из трех человек. Жена и две дочери. Старшая, из которых больная и работать не может, а младшую после ареста отца исключили из сельскохозяйственного института. Я хотела бы взять дядю на поруки. И мой муж также. Но мне до сих пор не мог указать, как и где хлопотать об этом. Друзья дяди, которые работают в Москве, не ответили на письмо с этим вопросом. Прошу вас не отказать мне помочь в этом деле. Шлю вам мой товарищеский сердечный привет. Надеюсь, что вы не откажетесь мне ответить. Она ответила. Его освободили, чтобы через несколько лет приговорить к высшей мере наказания. Покуда туман не застелят зрачки, туман непробудного сна. На север, на север летят косяки, на север идет весна. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова